Добро пожаловать в инфосферу! Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. А для этого ему придется выполнить еще более сложную задачу – вернуть доверие лучшим везетцам детям. Вне себя 2015 года. Один ученый нашел способ победить смерть с помощью имплантации своего сознания в молодое тело, созданное методом генной инженерии. Операция эта дорогостоящая и проводится подпольно, а поэтому доступна лишь ограниченному кругу лиц. Умирающий пожилой бизнесмен решается на это и получает возможность прожить еще одну жизнь. Однако, когда ему приоткрывается тайное происхождение нового тела, за ним начинает охоту секретная организация, которая не остановится ни перед чем, чтобы защитить свои интересы. Головонка 2015 года. Ралли – обычная 11-летняя школьница, и как у каждого из нас, ее поведение определяет 5 базовых эмоций – радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Эмоции живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми ее поступками. До поры до времени эмоции живут дружно, но вдруг оказывается, что Ралли и ее родителям предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что именно она лучше проще знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полная неразбериха. «Ночной беглец» 2015 года. Фильм расскажет историю киллера, вступившего в конфликт с бывшим боссом, и в итоге вынужден опуститься в бега, чтобы защитить свою семью от преследования мафией и властями. Бан Уик. Джон Уик, бывший наемный убийца, ведет размеренную жизнь, когда преступник крадет его любимый мустанг 1969 года и попутно убивает собаку Дэйзи. Единственное живое напоминание об умершей жене. Жажда мести пробуждает в нем, казалось, утерянную хватку. Роб Коб. В 2028 год международный конгломерат «Омникорп» лидирует в производстве робототехники. Благодаря разработкам компании, Америка успешно побеждает в войнах по всему миру. Но теперь пришло время применить технологию на американской земле. Алекс Мерфи, любящий муж, отец и отличный полицейский, оберегающий порядок в Детройте, получает на службе смертельные ранения. Маловита 2013 года. Что вы знаете о своих соседях? Особенно о тех, которые заявляются среди ночи. Так, однажды на тихой улочке провинциального французского городка поселился писатель по имени Блейк со своим семейством и собакой Маловитой. На этом многобековое спокойствие города закончилось. Почему сгорел местный супермаркет? Чем рискует медлительный водопроводчик? Что лежит в рюкзаке у милого парня в бежевых бриджах? Кто бы мог представить, что на самом деле мистер Блейк – бывший глава мафии, которого власти прячут здесь от преследования? И вот в городок приезжают люди-коза-ностры. Фантастические твари. Преступление Грин-де-Вальда. В конце первого фильма могущественный темный волшебник Геллерс Грин-де-Вальд был пойман сотрудниками Макуса, Магического конгресса управления по Северной Америке, не без помощи Ньюта Саламандера. Выполняя свое обещание, темный маг устраивает грандиозный побег и начинает собирать сторонников, большинство из которых не знают о его истинной цели – добиться превосходства волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Ауэпус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части в ваш одном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семьи. Погровая мята Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает совершить справедливость сама, очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть – это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь. Как отец Рэйчел – трудоголик, жених бросил ее у алтаря, и теперь ей придется провести своими домами месяц с человеком, которого она не ожидала когда-либо увидеть, бросившим ее отцом. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok